салют друзья вот и новая серия на youtube-канале дальнобой 2001 смотрите-ка у нас классная погода и находимся мы сейчас на тамбовской объездной всех приветствую как ваши дела как погодка ну что в целом хочу сказать надвигаемся мы в сторону город герой волгоград завтра нас там ждут хотят выгрузить я думаю доедем время у нас принципе достаточно тем более уже не зима спокойно можно рассчитать дорогу кстати каком сеточки не мешают не сильно рябит я думаю когда будем на заездах снимать так целиком просто солнечная погода помогает сеточка что хочу сказать целом все хорошо смотрите кстати обновочку не заметили такую девочку мне прислали с белоруссии подписчик денис спасибо тебе большое пламенный привет всем тут белоруссии погода радует натуральная весна впереди майские праздники не знаю как раз на майске поеду домой там впереди батя на день рождения но ничего сейчас пока что поработаем все у нас всему свое время кстати друзья на фуре лично один еду по этой трассе первый раз спать и катался конечно же но сам вот в эту сторону первый раз еду сейчас вот перед там по каких-то кранетов 20-30 бетонки вообще тут 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 видишься прыгаешь как не знала кто вся машина как погремушка так в целом дорога нормально еду поток поменьше но езда тут своеобразная по этой трассе сразу говорю вообще тут свой ритм движения люди как-то странно ездят допустим нет тут такой привычки до едем до вида расширения чтобы перейти пропустить вообще тут такого не знает никто никого не пропускает все едут очень много экипажей гаи который там на сплошняк на все тут этого прям полно вот ну куда ж без этого везде в каждом регионе свои приколы я надеюсь не засыпало пройти побольше и все будет хорошо везем мы стекло обратка вроде бы как бы есть в этот же день завтра надо успеть загрузиться так как пятница и предпраздничный день короткий надеюсь все успеем вложиться чтобы загрузиться на москву и независимо на майске но еще что будет я думаю серия получится насыщенная так что я погнали это красота смотрите какая у нас от бригада вышла с дороги всего теперь у нас путь открыт прямая на воронеж помчали скорее всего зерновозы это мне кажется в этом такие тонары что хочу сказать благодаря спонсорам друзья у нас знаете что есть пахучки сейчас заказал 500 штук ну как сейчас уже давно заказал в общем приехал за ними где-то недели две назад забираю знаете какую тенденцию заметил то что помню первый раз заказал 100 штук на пробу 1 такие они были насыщенные кто-то первые пахучки успел забирать при встрече забирал бомбовали потом с каждым разом чем больше партии все меньше и меньше в общем заказал я последний раз вот 500 штук две недели назад пискали все готово приезжай как вы думаете что там просто вообще без запаха там еле-еле какой-то сразу я приехал к ним говорю вот так и так давайте возвращайте деньги или переделать это не делал что это за ерунда все высказал знаете что мне сказали все сделаем все будет хорошо оставляйте все пропитаем извините это косяк наш в общем оставил я и вот мне написали говорит все готово приезжай забираем через две недели буду надеяться что все будет круто и еще чё хочу сказать друзья ко всем финансовым вопросам думайте своей головой всегда не надеетесь на что-то чужое всегда своей головой ну а мы гоним дальше впереди у нас 600 километров сейчас время пол шестого на этом удача сиков 10 11 поедем там посмотрим как пойдет дорожка может встать и потом утром рано добьем я же инстаграм то через вебина ведут немножечко потихонечку так что друзья ссылочку оставлю на последнее перестал оставлять ссылку на инстаграм можно работать как встанно вконтакте в группе уже 2000 подписчиков его вот ждал все я походчике работ готовы так что маечки кружечки будем сейчас разыгрывать на майский красного буду чтобы отправить так что будем на связи в описании под видео есть все ссылочки на группы и на телеграм кстати в инстаграме увидел я подписчик что я еду волгоградский но мне уже локацию где есть отличная кафешечка просто с кайфом будет покушаешь вообще не пожалеешь впереди чет . не нравится даже я бы не было вообще-то желание спешенную на мойку заехать но как мы знаем это хорошим не приведет сразу пойдет дождь ладно поехали вообще нет движухи красота смотрите какая птица какая красота такая природа какой кайф двигаться выставьте хорошенькую музычку давайте сейчас включим просто эту атмосферу дороги живу сейчас обломами обломками не той любви попытками не то любить что нужно теряю смысл ну и пусть невыносимой стала грусть и в комнате что с потолком не чуждо так а вот мы уже проезжаем борис соглевского взял эту дорога можно съехать и поехать напрямки на саратов через калининск нам до кафе осталось около 55 километров сейчас мы проедем написал мне обязательно заехай подписчиков напиши потом как тебе заедем засним вам тоже покажу интересно что там за кухня так мы идем хорошо время 7 часов 20 минут считает вам будем 8 лучше как раз перерыв нам засчитается поедем дальше сейчас он будет знать сколько там до волгограда глянем так волгоград 353 километра ну ты расплюну что останется нам 300 и 780 до астрахани эх рыбалка ну ничего на майских спатье порыбачим так вы приехали друзья приехала по геолокации ну тут три закусочные ну вроде по точке смотрю там закусочную Татьяна меня отметили сейчас припаркуем а что тут второго из есть по-моему он только сюда заезд да сейчас крутимся встанем сразу на выезд чтобы нам никто не мешал аппарат я выключил потому что он как раз заезжал фуру браковал чтобы ее не слепить сейчас за зубренку встану чтобы наверняка никто не это не перекрыл путь отхода вот такой закат так все друзья стекла намыл пары тоже что хочу сказать кухня бомба так что имеют ввиду Татьяна закусочная поел вообще вкуснятина шашлык сейчас с собой взял куриную отбивную и этот с гречкой с салатом на завтра утро потому что не знаю будет там на загрузке что не будет ладно погнали так все друзья запускаемся 28 километров нам осталось я так понял это знаете того которое год дается на год и походу год подходит смотрите же как видно сквозь сетки ночью конечно что то видно но не так как надо так что на ночь вот так берем просто их раз и снимаем о вау на лежак теперь другое дело так что смыть эти капли основного жалко одно пыльная стоянка так вообще красота и она не не охраняемая ну не платная может быть охраняемая но не за деньги короче без квитанции без всего так черный экран вам зачем все вот смотрите раз снял на магнитах все и положил все окей теперь видно другое дело снимаем курточку и вперед вот другое дело друзья все видно красотища ну пламенный привет пламенный привет Вадиму из Казахстана от Басар давай друг сегодня наилучшего спасибо что смотришь мы едем дальше впереди у нас 280 километров до места так что время 9 часов с копейками ну будем в часик два ночи на месте там где-то вот так как дорожка дастся дерево с ним все видим заправимся просто друзья три километра вот так кажется сначала как яма пахнется вот такие вот кратеры по нашей полосе не знаю с чем это связано просто раз закономерность обратите внимание как раз каждый 30 метров нам со стеклом тут уже шутки плохи придется вот так вот ехать ну зад никто не залетит может на скорости никто не будет гнать поэтому делаем вот так тут уже кочегарим пока нет встречки как можно больше хорошо еще разметка позволяет вон смотрите до сих пор на правой полосе заходим обратно и подождем проедет эта встречка объедем этот кратер вот так вот куда деваться то раз такие дороги ну знак был кстати перед этим только не написано сколько это будет длиться мы уже кинто 3-4 наверно уже едем вот с таким моментом смотрите просто закономерность в чем прикол непонятно раз я два тут уже подлиннее так друзья смотрите киношество честно не говоря первый раз на так на такую еще дорогу заднее зеркало лучше будет видно да что происходит все закончил столько я распалил поэтому все дорога так будет ну ладно поехали интересно и непонятно как это привыкать надо к этому что что-то мигает уже можно сказать в Волгограде заехали проходной пост что хочу сказать стоял гаишник такой зажег палочку я думал сейчас будет тормозить но номера посветил пропустил так что все окей номера у нас проходняк с одной фары тоже не остановил видите так что нормально все экипаж работает а вот и Роснефть а полные баки бьем и все нифига синюю там сам буфер какой-то музыкальный тягач поехал не понял а в чем прикол вот здесь друзья большой сам буфер стоял очень странно это выглядит ну ладно не суть в общем думал я на стоянку встать друзья и поехать утро на адрес выгрузки но что-то не знаю ух ты нифига себе вы видели да? а с виду и не скажут что там такой большой этот перегон так давайте-ка зальемся полный бак так и уже чтоб смело нам тут что-то статей Волгоградской области все с нефтьми не ахти так друзья ну что полным ходом заправочка идет кофе тоже с себя заправим взял на всякий случай 10 литров канистрам бочевина представьте себе мочевина цена в два раза возросла просто 1200 раньше двадцатка стоила в канистрах а сейчас 10 литров я на всякий случай взял чтоб было мало ли что там у вас какие-будки у нас какие-будки наш мочень настал стакан до 700 подстраховывать что тут будет все боинг 656 идет на посадку город герой Волгоград встречает всем привет ребятам с Волгограда области Ох может быть возможность покажу вам город прокатимся как будет не знаю в одну серию все по месяц нет в общем еще тут у нас встреча должна быть очень интересная так что на связи так катим по городу держитесь левее а затем поверните налево на историческую улицу вот дорога дальше на астрахань на ростов-на-дону а мы на волжский саратов на саратов дорога так ждем светофор когда что у нас загорюсь зеленый слушайте ну ночью зато спокойно вот так усадьтесь завтра в 8 утра с у вас заезжать час пик не ахтись сейчас в принципе разберемся вот смотрите по кругу туровало в Волгоградской области сейчас ночью разберемся все я думаю там подготовим почву и завтра проснемся и сразу выгрузимся да а уж друзья вот это прям опять километров поворотик я бы утром офигел ну и зимой тут по любому офигеешь ни хера себе как тут на джамбе вообще не вариант просто офигеть это еще четвертая вось наша так надо другую дорожку искать подъезд не по самой широкой улице не по самой широкой улице вы что все видели да какой тут заворотик скромный блин я не знаю как на рековых даже там тоже мне кажется какой нибудь был пан останется но сопротивление мы четвертой оси почувствовали ёбая гармошка началась как это стиральная доска так ну что нам прямо прямо на другое крыло города так так друзья этот знак вот теперь поднимай сюда имеется ввиду заезд или вот поверните направо скорее всего туда смотрите что с дорогой просто растаяло а не вот смотрите сюда еще знак фотоаппарат вешают мне кажется это понты фотоаппарат я думаю что еще фотки такие не приехали с Москвы потому что в Москве прямо два километра в Москве не везде есть хотя не знаю может быть на каких-то улицах это не понты ну а как нам делать снова вот эта улица выгружаться вот с левой руки сейчас будет у нас тут заезд на выгрузку так что два километра по этой дороженьке что это такое у нас продукты низкие цены пол цены все я не жалею что до конца поехал друзья я представляю сейчас ехать ночью по свободной дороге или утра зато в потоке все гонят туда-сюда в час пик все односторонний кончается и вот уже едем в притирочку так друзья ну что мы приехали смотрите-ка там на заборе в общем 31 дом вот он навигатор хоть налево поурочнее я по карте смотрю там нету КПП КВП здесь и вот сразу направо КПП внутри я думаю там где-то наша выгрузка ладно мы около здания стоим в принципе обочине прижались вон от дороги прилично где-то метра полтора от дороги так что ложимся и на 8 утра будильник даже без десяти вот тут написано что эти блоки 7 утра работают у нас 7 уже ворот откроется так что можно ложиться и спокойно утром выгружаться мы на месте стекло воровать то нечего пломбы у нас нету переживать только за солярку ну и посмотрим как нам тут сольют не сольют ох ладно будем надеяться на хорошее все друзья доброе утро погнали на выгрузку узнавать что и как и где куда оказывается 2 КПП ну там тоже можно проехать но по летами перекрыли дорогу я зашел пешком иду еще здесь что и как пока что никто ничего не в курсе пойдем вот тут же узнаем где офисы находятся что друзья дошел до охранника он мне говорит стекло есть здесь да приезжаю вот сюда дорогу объяснил там по территории огромная территория пойдем теперь до машины до нее идти минут 15-20 я уж так далеко ушел вот до конца видите где фуры поворачивать туда направо и еще столько же прогулялись вот так вот друзья сходили пешочком прогулялись а сейчас уже полноценно выдвигаемся все пропустим машинку так все еще люк закроем то шум дороги вот видите шкирятова 31 вот это здание 31 ну нам нифига не здесь специально этот адрес хотя навигатор честно говоря вел вот сюда налево просто я по карте смотрел обычный ну там не было видно что там заезд есть на территорию КПП а там нормальный такой большой заезд все без проблем заехали без каких-либо пропусков тут смотрите какая большая территория вот ночью мне кажется тут пустили скорее всего хотя не знаю в принципе нормально мы отночевали солярка на месте машина тоже в порядке так что все окей так объезжаем кран потом налево он сказал там будет дороженька вот друзья смотрите табличка EGC так что все красота мы пришли все как надо все окей написано с 8.30 а в документах 8 утра стоит я так предполагаю то что в документах пишут всегда 8 утра или 9 это когда не указывают в заявке время ну как бы приехать бывает в 11 допустим в горелого удобно там всегда ставят во сколько приезжать в 12 и ты приедешь в это время тебя четко выгрузят вот тут скорее всего еще никто не приехал сегодня еще пятница короткий день надеюсь сейчас они быстро очухаются и выгрузят друзья ну что пока у нас тут время завтрака смотрите сколько хлеб нам положили с собой много так что у нас здесь 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 красота сейчас будем употреблять 8.30 пока что замки висят никто их не снимал так что ждем все друзья как и планировалось в 9 утра так смотрите-ка я вот когда-то была в общем все задом сейчас нам запихать запихаем так 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 все никаких помех нет сейчас передам туда и задам красота все друзья выгрузка полным ходом ремни я уже отцепил сейчас в течении часа выгрузить тут Юра должен подъехать подписчик мой друзья смотрите кто мне приехал тут всем привет Юра спасибо мне наклеечки с собой только сейчас я тебе тоже вручу вот так что нормально нашел меня но не с первого раза да сейчас пообщаемся и поеду я грузиться надеюсь сегодня загрузимся чтобы на выходные не сильно тут зависли так что такие дела волоски вот уже пушкина какая-то 45 сейчас я тебе по навигатору покажу потом москву москву так все друзья выгрузили на за час Юра спасибо за кофе время пролетело 10.35 мы выезжаем уже звонили нам с загрузки все окей ждут сейчас загрузимся и дальше видно будет что у нас да как так все окей документы отметили ничего не забыли можно ехать вон пока пирамиды собирался сразу собрал убрал так что помчали друзья вы представляете оказывается мне название или не с места погрузки а вот еще раз этот логист которого загрузку перекупили или как еще это называть ну в общем по заявке звоню я на с погрузками и говорит здравствуйте а вы с Волжска сами или с Волгограда я говорю да я вообще с Москвы он говорит ну такая ситуация говорит у нас кранбалка сломалась завтра наверное после обеда загрузим если починим представляете ну нам-то как бы вообще-то на руку даже вообще нормально это все короче мы же нам есть где остаться мы сейчас к дядьке позвоним заодно и встретимся видите как все бывает вот пока что припарковался на всякий случай мало ли отменят заявку чем другое возьмут опа а может вообще скажут пустой езжай короче подождем сейчас точно узнаем что логист скажет и уже будем звонить дядьке так что Волгоград нас не отпускает красота сейчас позвонил друзья все-таки на погрузку узнать мало ли там есть нигде оставить машину под охраной говорит да я говорю сейчас они там наши логисты решат что-нибудь будут грузиться у вас нет говорит да мы уже согласились все окей будете ждать все нормально а мне еще не звонят логисты тоже видите сразу не говорят ну ничего поехали мы уже все наперед видим сейчас будем звонить дядьке ох дядя Валера сейчас встретимся вон смотрите Волжск на том берегу виднеется а нет друзья я ошибался не Волжск виднелся это еще Волгоград а сейчас еще до Волжска скакать полчаса ну ничего до 600 метров на светофоре поверните налево на пятую улицу так надеюсь навигатор вам не сильно там шумит слушайте ну жара 17 а улица в белой маечке уже не комильфо жарко прям чувствуется припекает ладно что тут по навигатору я выберусь друзья все все Волжска ГЭС сейчас мы тут направо держитесь правее а главное гаечники стоят ну я думаю они нас не тронут потому что стоять как раз они там что-то интересное рассматривают так а у них что светофоры я даже не обратил внимание у нас там смотрите-ка памятник слава строителям коммунизма так сейчас будет красивый вид друзья смотрите какие виды на Волгу вот она рыбалка где а красота да и только так сколько интересуют ограничения думаю 50 70 то можно ехать Волжска ГЭС я переживал что там строго-строго знаки будут но нет вот тут посмотрим наверное я по панораме смотрел 5 тонн знак здесь был на 8 смотрите нету при видано на карту здесь нормально асфальт помяли друзья какая красота вода пенится как будто а изверги голубы там и подробно по вы как и в что и заглох в таком вот неудобном положении где там не поместился интересная ситуация представьте, чисто перекрыл две полосы так, вот смотрите, кто нас пропустит маршрутка-то хоть пропустит хоть маршрутка пропускает так, где сейчас все разъедут там еще двумя рядами а, но они налево сейчас тут проскочит все и окей, залетаем вот сюда сейчас подождем Америку Америка-то у нас понятиями пропустит а, даже Газель понятия есть спасибо, дядька все все красота помчали кстати, маршрутчик чуть не забыл сказать спасибо всем спасибо передали город, знак ну там 5-тон на ось был мы пустые, в принципе, осей у нас много так, что проскочим прокатимся какая разница, я посмотрел там распечатка там, как не езжать все равно под знак так, что поедем по навигатору нас может остановить только мост какой-нибудь 3-5 и все, остальное нам не страшно корвемся видите, как красота по городу наваливать нам сейчас на право лишь бы нам никто не подлез не залез офигеть чувствую себя как в фильме знаете, про войну смотришь советские вот эти вот здания вот снимали прямо классно все это так смотрится атмосферно вот я не знаю по высоте смотрите, вроде тут уже фура не первый раз едет ветки мы не задеваем у нас же хотят чуть-чуть у нас же белый тент, чтобы не страдал в общем, по центральным улицам Волжска мы покатались нам уже здесь можно не ездить на ликовой так, бабулечка, чего ты так стоишь, что близко давай отходи не надо у дороги стоять и вон туда на односторонние три съест смотрите, тут как раз пешеход пошел и мы просто по красоте вот заваливаемся так, пешеходы только там еще на нас они не действуют ту-ту-ту-ту-ту-ту все, наверное, с центра мы уже выбрали сейчас уже тут по окрестностям уже на подъезде вот у тебя проезжал рынок тоже такой небольшой, кстати, тоже еду не с пустыми руками везу тут меда немножечко гостиниц так, что у нас тут они шустрики а вот он-то его не увидел ну, как не увидел его спрятали видите, там притирочку так, да, вон тот съест все, помчали так, аккуратнее тут к местной манере езды надо привыкать все, помчали один поворот налево уже на территорию и все красота, да и только сейчас проканемся и будем звонить опа пойдем-ка и и и и и и и